В первый день зонального форума состоялась стратегическая сессия с подрядными организациями и специалистами администрации. Обсуждались вопросы состояния инженерных сетей, капитального ремонта многоквартирных домов, подготовка к зиме, благоустройство. Участникам не просто предлагали высказать свои идеи, а визуализировать их. Нарисую утеплитель. А как красный прямо нарисую красный. А я хочу подъездить. А желтым желтым. На второй день во Дворце творчества состоялся обучающий семинар с представителями администрации Северо-Запада Башкортостана, управляющих компаний, старшими по домам. Рассматривались изменения в сфере ЖКХ в 2021 году, правовые отношения между УК и собственниками МКД. Нередки случаи, когда председатель дома обращается в управляющую компанию с вопросами, не входящих в круг его полномочий, но которые собственники помещения хотели бы контролировать. В таких случаях предлагаем проводить разъяснительную работу, предоставляя председателю информацию в обобщенном виде для доведения ее до сведения жильцам дома. После лекции у присутствующих была возможность получить ответы на вопросы, как говорится, из первых уст. Интересовала установка приборов учета, капремонт, возможность перехода на индивидуальное отопление и другое. «Все только через суд должно, чтобы заставить суд». «Управляющая компания должна подать суд?» «Управляющая компания должна подать суд, да, конечно». «То есть я, как старший по домам, должна к ним писем обратиться, чтобы они уже начали действовать?» «Официально, да, конечно». На этой же площадке была развернута производственная выставка. Глава администрации Нефтекамска познакомил исполняющие обязанности министра ЖКХ Республики Ирину Голованову с интересными разработками в области решения благоустройства территорий, которые предлагают предприятия и компании городского округа. «Мы занимаемся производством травмобезопасных покрытий из резиновой крошки. В этом году мы внедрили такую вещь, то есть мы изготавливаем комплекты, то есть любой человек может сам спокойно взять, замешать и сделать себе резиновое покрытие самостоятельно, то есть не прилагая особых таких усилий». «Наши светильники – это настоящее российское производство, полностью из российских комплектующих, и мы даем гарантию, пятилетнюю гарантию. Мы отвечаем за свои качества. Мы прошли полную экспертизу проекта, получили сертификат соответствия, поэтому можно заходить на любой объект, все, что с садами и школами связано». «В том году взяли евразийский сертификат, который дал возможность нам работать по всей России. На сегодняшний день мы работаем также и в Башкирии, также в Перми, также в Утмуртии, производим производственные контракты. Мы очень успешно работаем по башкирским дворикам, по дворам, по детским садам, по школам. Из-за этого идет хорошая плотная работа». Также в рамках форума Ирина Голованова посетила конкурс профмастерства в машиностроительном колледже «Общественные и социальные объекты». По итогам двухдневного форума были сделаны конкретные выводы и приняты решения. «Есть вещи, которые можно реализовать здесь и сейчас, сегодня нашими силами, и это просто наша недоработка. Мы недостаточно внимания уделяем сотрудникам системы жилищно-коммунального хозяйства, их обучению и, соответственно, освещению работе в СМИ, их работы, новинок в законодательстве, то есть новое законодательство, новых решений системы жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому есть вещи, которые мы можем реализовать здесь, есть вещи, которые может помочь нам Министерство жилищно-коммунального хозяйства, есть вещи, которые должны помочь нам правительство Российской Федерации и соответствующие депутаты. Поэтому давайте будем обращаться, двигаться». Исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова поблагодарила администрацию Нефтекамска за то, что не побоялись взять на себя ответственность проведения зонального форума и со своей стороны пообещала, что полученные результаты будут отработаны. Мы преобразуем эту дорожную карту и постараемся. У нас в республике есть большое количество межведомственных комиссий. По тематике будем рассматривать нас с приглашением именно жителей Нефтекамска, чтобы именно они, раз они это разрабатывали, чтобы они нам раскрывали уже эти темы более подробно. Раз они выложили эту тему, значит это интересно, значит это болевая точка, чтобы понимали, чего именно хотят жители и будем стараться решать эти вопросы. Завершились масштабные мероприятия вручением наград работникам ЖКХ от имени Министерства, Городского совета депутатов и администрации Нефтекамска. Марина Медвинская, Никита Веприков, Ильгиз Мениханов. Время новостей.